Последние месяцы жизни четырехлетняя Армина и двухлетний Валера провели в этой летней кухне при доме, где живет большая ромская семья. Теснились с мамой, папа уехал в Одессу на заработки. Дровяная печь тут была, но ее не разжигали. После обеда мать в очередной раз уложила детей спать рядом с открытой электрической духовкой. Сколько не было матери, где она была неизвестна на то, что из-под дверей летней кухни идет дым, обратили внимание соседи. Когда двери открыли, чтобы потушить пожар, огонь мгновенно охватил все помещение. Спасатели говорят, эпицентром стала та самая духовка. Не выдержал удлинитель, через который она была подключена в сеть. Мало быть короткое замкнуло электрического подоживания. Других речей, электрических приборов не было, пища не была запарена. К моменту, когда огонь погасили, дети уже не подавали признаков жизни. По предварительному заключению, умерли во сне, отравившись угарным газом. На вопрос, почему детей бросили одних, в этом доме отвечать не намерены. Зачем вам нас? Большая ромская семья встретила журналистов крайне агрессивно. Быстро ушли отсюда! Быстро загрузилась в машину и уехала. Быстренько. Что делать? Снимать надо камеру! Иди, маме, снимай! Иди, пожалуйста, поломай, я куплю камеру! Выясни, что ты старый такой, десертный! Пошли, ты машину сразу! Засилую машину и уехала отсюда. Маме, вы понимаете? Маме, слушай камеру! Отдавая камера! Что можно пообщаться? Вообще, убили камеру, я сказала! Пошли камеру, я сейчас виску палку разипью! Соседи же уверены, Армина и Валера просто никому не были нужны. Выпивали там, я думаю, что это только так могло быть. Наверное, оставили одних. Я так думаю, что они оставили одних. Ну, как могли, дитки. Одному два годика, другому три годика. С матерью малышей односельчане практически не общались и мало что могут о ней рассказать. Она такая закрыта, сидела все время дома, она не общалась ни с кем. Да и в сельсовете о матери погибших знают немного. Ей 20 лет, паспорта нет. Жила в Староказачьем время от времени. Однажды попала со своей старшей девочкой в районную больницу, но через несколько дней сбежала. На территории святого района они у нас не были зарегистрированы, кроме того, когда их госпитализировали. Никаких документов по детям у нас нет. Теперь полиции предстоит выяснить, где родились и были ли зарегистрированы хоть где-нибудь погибшие дети. Эта родина не перебывала на обликах в социальных службах. Может, за передним местом своего жительства в Татарбунарском районе туда направлено запрессии? Пока же по факту гибели детей начали два уголовных производства. Родителям может грозить до 8 лет тюрьмы. Григорий Блайд, Анастасия Зинкевич, Сергей Герасименко, телеканал Репортер.